Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком поставил. Привет, как поживаешь? Права. Пушенька, успокойтесь, душенька! Уходите все отсюда! Хочу жениха! Хочу богатства! Хочу, хочу, хочу! В 2023 году мир потерял много выдающихся личностей – актёров, музыкантов, учёных, спортсменов и политических деятелей. Их имена давно стали символом таланта, мастерства и профессионализма. Ими восхищались и гордились при жизни. Не забудут их и следующие поколения. Уход таких известных личностей многими воспринимается как личная трагедия, как потеря близкого человека. А сама новость об их смерти становится для поклонников настоящим потрясением. О знаменитостях, которые покинули нас в 2023 году, смотрите в этом видео, не переключайтесь. Безусловно, список ушедших знаменитых людей 2023 года можно продолжить и сделать намного больше. Я сделал его из личных предпочтений. Если это видео наберет просмотры, тогда я с удовольствием сделаю вторую, возможно и третью часть. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Лиза Мари Пресли В январе мир удивился новости о смерти единственной дочери Элвиса Пресли, певицы Лизы Мари. Буквально за пару дней до этого звезда блистала на золотом глобусе, а 12 января ее сердце перестало биться. Певице было 54 года. Жизнь наследницы короля рок-н-ролла была яркой и стремительной. Вместе с оглушительной славой на долю Пресли выпало множество испытаний. Певица пережила смерть отца в юном возрасте, боролась с зависимостью и похоронила своего 27-летнего сына. Замечательная и действительно народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. За свою карьеру актриса театра и кино сыграла сотни ролей, многие из которых стали эталонными. Достаточно вспомнить фильмы Морозко, тот самый Мюнхгаузен, военно-полевой роман «Ребро Адама». Свою последнюю роль она исполнила в фильме 2020 года «Иван Денисович», снятый ее мужем Глебом Панфиловым. Именно роль в сказке Морозко принесла тогда еще студентке Чуриковой первую известность. В фильм Александр Роу Инна попала случайно. Изначально роль морфушечки-душечки должна была сыграть другая актриса, но в институтских коридорах ассистентка режиссера увидела Чурикову и привела ее на съемочную площадку. На пробах обе актрисы грызли орехи. Чурикова делала это так залихватски, что Роу просто не смог устоять. Как не смогли потом устоять и другие режиссеры, и даже коллеги, признавая талант актрисы, не могли сдержать восхищения. В линкоме Чурикова дебютировала в 1974 году в роли Нелли в постановке Марка Захарова «Тиль». Именно он разглядел в актрисе большой талант, и она не подвела, воплотив на сцене главную героиню и одновременно еще нескольких персонажей. Инна Чурикова продемонстрировала всю глубину своего актерского дара, по ходу действия заставляя зрителей сначала смеяться, а через несколько мгновений плакать. На театральной сцене у Инны Михайловны было немало выдающихся ролей, в том числе Офелии в «Гамлете» Андрея Тарковского, Аркадиной в «Чайке» Захарова и Алия Норы Аквитанской в «Аквитанской львице» Глеба Панфилова. Советский грузинский актер, музыкант и режиссер Вахтан Кикабидзе умер в своем родном Тбилиси 15 января. Он стал известен всей стране в 1978 году, после роли летчика Валентина Мизандари в фильме «Мимино», за которую позже получил государственную премию СССР. Грузия, Тбилиси, Мимино – так писали на конвертах поклонники. И сотни тысяч писем, как неудивительно, доходили до адресата. Это было больше, чем популярность, это была абсолютная, неоспоримая всенародная любовь. Фильм Георгия Данерия в течение первого года проката посмотрели почти 25 миллионов человек. Реплики героев ленты тут же стали афоризмами и крылатыми выражениями. Среди главных картин с участием Вахтанга Кикабидзе есть также такие ленты, как «Не горюй», «Мелодия варийского квартала», Тассу полномочен заявить, «Пропавшая экспедиция» и многие другие. Всего на счету артиста более двух десятков ролей, а также больше 20 музыкальных пластинок. Похоронили Вахтанга Кикабидзе на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой его матери. До своего 85-го дня рождения он не дожил полгода. Одна из самых красивых актрис своего поколения, итальянская кинодива Джина Лоло Бриджида, умерла в Риме 16 января. Икона итальянского кинематографа, скончалась в возрасте 95 лет. От осложнений после перелома бедра. Ла Лол, как ее ласково называли в Италии, стала невероятно популярна после премьеры ленты «Фан Фан Тюльпан», где она сыграла роль Аделины Ла Франшиз, а ее партнером был сам Джерар Филипп. После этого триумфа актрису пригласили в Голливуд. Ее первая американская картина «Посрами дьявола» вышла в 1953 году. Но Лола Бриджида продолжала сниматься в Европе. Секс-символ 1960-х была одной из самых популярных актрис. Она появилась в таких лентах, как «Ночные красавицы», «Провинциалка. Хлеб, любовь и фантазия». В 1956 году Жан Делануа пригласил Лола Бриджиду на главную роль в фильме по роману Виктория Гюго «Собор Парижской Богоматери». Впоследствии ее экранное воплощение образа Эсмеральды неоднократно называли самым лучшим. Американский киноактер Ленс Редик скончался 17 марта в возрасте 60 лет. Врачи назвали его смерть «внезапной», но сообщили, что она наступила от естественных причин. Судя по опубликованным документам, актер умер из-за ишемической болезни сердца и влияния на организм атеросклеротического заболевания коронарных артерий. Ленс активно снимался с середины 90-х, но известность пришла к нему лишь после роли в сериале «Прослушка», который выходил на экраны в 2002-2008 годах. В 2014 году Редик получил роль Харона в культовом боевике «Джон Уик». Затем он был занят и в следующих частях франшизы. Ленс Редик умер накануне выхода 4-го фильма. Предполагалось, что он сыграет этого персонажа и в спин-оффе, балерина, премьера которого намечена на 2024 год. Вячеслав Зайцев, один из первых советских художников-модельеров, сумевших построить бренд, подобно западным дизайнерам, умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Уже в 1963 году французский еженедельник Paris Match опубликовал о нем статью «Он диктует свою моду Москве», в которой назвал его «Красным Диором». В 1980-м Зайцев разработал костюмы для советской команды на церемонии открытия Олимпиады в Москве, а спустя два года он стал художественным руководителем Московского Дома моды. Для соотечественников Слава Зайцев навсегда останется первопроходцем, который помог изменить унылый образ советской одежды, а также дизайнером, который долгие годы был воплощением стиля. «Мода — это приходящее, уходящее, а стиль — это вечное», — говорил модельер. 2 мая на 60-м году жизни умер российский модельер Валентин Юдашкин. Последние годы он тяжело болел. В 2016 году у него диагностировали рак почки. Затем обнаружились метастазы в голове. Он самоотверженно боролся со страшным недугом и не терял оптимизма. Валентин Юдашкин в 1991 году стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на неделе высокой моды в Париже. Затем его показы с успехом прошли в Италии, Израиле, США. Юдашкин стал знаменит во всем мире. Модельер был членом-корреспондентом Ассоциации высокой моды Парижа и стал первым из российских модельеров, принятым в Палату высокой моды Франции. В 2013 году, когда Валентину Юдашкину исполнилось 50 лет, посол Франции в России вручил российскому модельеру знак кавалера Ордена Почетного Легиона. Александр Тютрюмов – актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер и предприниматель, заслуженный артист Российской Федерации. Умер 7 мая в 64 года. Он запомнился зрителям по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в агенте национальной безопасности. В беседе со СМИ его дочь Анна уточнила, что артист ничем не болел. В один момент ему просто неожиданно стало. Американская певица Тина Тернер скончалась 24 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Последние годы у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Она пережила инсульт, боролась с онкологией и почечной недостаточностью. О смерти певицы было объявлено на ее официальной странице в соцсети. Звездная карьера Тины началась еще в 60-х, а свой первый Грэмми она получила в дуэте с партнером по сцене и мужем Айком в 1972 году. После ухода от мужа и начала сольной карьеры ее мощный и хриплый вокал вместе с эксцентричными телодвижениями очень быстро снискали ей мировую славу. Всего за свою карьеру Тина получила 8 премий Грэмми и дважды была включена в зал славы рок-н-ролла. Первый раз в 1991 году вместе с Айком, второй в 2021 как сольный исполнитель. Бывший премьер-министр Италии Сильво Берлускони ушел из жизни 11 июня в возрасте 86 лет. Берлускони скончался в Миланской больнице Сан-Рафаэле, куда был помещен 9 июня. Ранее он почти полтора месяца проходил нелечение от пневмонии и меломоцитарного лейкоза. Неожиданный уход Берлускони был воспринят на Апеннинах как настоящая трагедия и завершение целой эпохи. Как сторонники, так и политические оппоненты единогласно признавали масштаб личности кавалера, как называли Берлускони в Италии, и говорили, что после него на итальянской политической сцене, на которой явно ощущается резкий дефицит лидеров, неминуемо возникнет зияющая пустота.